вот мы сегодня у нас 4 августа 2015 года у Алексея Астинова пришли смотреть настройку его вот они братовья тут делают подойди поближе расскажи тут Марья пришла смотреть ну там братьев племянники трудятся целая компания ну расскажи как ты на сегодняшний день стройка продолжается сейчас заканчиваем уже что именно заканчиваете последний уровень цокольного этажа вот еще на метр поднять осталось фундамент бетоном залить секрет какая марка бетона не секрет М200 можно и получше делать ну так посмотрели нормально может сколько дней засыхал хватался пару дней суббота суббота воскресенье в понедельник уже разбирать стали у нас наше время очередь 14 дней ну видимо 14 дней поливать он как бы схватывается так и есть просто что он уже застыл застыл и мы уже сняли видимо имеется ввиду 14 дней чтобы на него можно было полную нагрузку давать да 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 мы нагрузку не даем нам просто леса нужны поэтому и на балку мы и разобрали то это вот в начале заливать после того как выпадка выкопан был котлован сколько прошло время прямой работы чтобы вот это занять котлован выкопали где-то все концу июня июня где-то выкопали 12 июля вот до 12 июля я подготовил и мы заливали подушку или после 12 11 июля мы подушку заливали вот так то есть вот стены которые залиты какой размер у них толщина нет высота ширина длина высота 9 на 7 высота полтора метра ширина 20 сантиметров думаешь снаружи как-то осмолить обязательно обязательно сейчас современный материал есть а то есть гидроизол материал такой очень хороший а вот эти стенки которая потоньше это что они означают вон те да значит это перегородки там внутри будет стоять котел в печка которую будет в водяной котел вот а вообще эта конструкция она будет держать на первом этаже русскую печку будет русской печки под нее как бы как фундамент своего рода тоже нынче закрываешь от непогоды когда первый этаж вы видите на этом просто цокольный вот этот цокольный этаж сделаем и все на этом все по плану так а барбаши кто там за рулем сидит вон поехали на право по проволоку мария мария все девчата вот водят машины это вообще но роман то разбирается сарки ну так учился человек специали вас опалубка я вижу как вставлялась и на стержнях то у нас этого не было мы все распорками на распорками распорками это это трудно работа до долго сейчас такой вот так легкий метод смотрим спаси христос видите вы собрали все тут в этом деле специалисты и так у вас идет ладно но мы молимся чтобы у вас всегда было успешно спаси христос получил радостное известие сегодня наши кончая работу по северу возвращаются домой невероятно это последняя была миссионерская поездка и они ставка у нас была в калужской области не окончена из-за поломки и что-то случилось у николая дома у него сейчас жена трудно рожала и и наши выехали вот тройка значит александр марьясов из краснодара крещение принимал прихрамал который дальнобойщик сергей пупков со своим ураганом и валерий сокольских он тут зиму преподавал английский язык сейчас получил смс что выезжают меня и развезли все все они проехали до вниз до воронежа видимо у парализованного сергея там были ну при аст приедут они там записывались что там у них вот такое дело так но от этих то помогут помощников то польза есть как сказать конечно есть конечно потому что она на подсобной работы иногда отвлекаться приходится а так потому что ему нельзя отвлекаться нужно подавать что-то в это он есть работе у нас тоже ребятишки то совсем кажется маленькие это помогает ну да как и они шкурят и ямки копают и они натренировали все буквально делают и девчата такие же эти в труд помощники нужны все равно я пошел сегодня ну там где у меня голубят не вышел и вон там где павлов огород павлов а там растет разное разное там выше роста думаю упади и никогда не найдут будут искать другом месте на урывке он потерялся от геннадий приезжает жены слышал слышал ну искали в разных местах околках везде объявления вывешали он про в деревне болото утонул там ну пьяный был но сплыл теперь взяли нашли уже нашли нашли вот так ну что вчерашний это наш разговор между собой продолжайте разговаривать что мы хотели смотрели уже первая информация есть да я сегодня же был у отца вашего но кого-то далее дальний пруд там называется рыжковский огром за полтора километра от деревни когда люди были бы дело другое а это рядом у него нет родников этого пруда но раз так низкий уровень воды нету как только уровень воды поднимается сразу поднимаются и родники начинает пробивать да есть такой да да мы будем ожидать но хорошо слава богу это вам баньку топят наверное да но слава богу